Что ребят, всем привет! Вот мы наконец-то на осенней выставке охоты рыболовства на Руси. Начнем с техники. Техники представлено немного. Выставка не очень большая, жидкая в этот раз. Но те ребята, которые мне нужны, они здесь. Серия Гуман Манков представлена нашей компанией. Это линейка манки ручной работы. Штучный мастер изготавливает их полностью вручную. В этой линейке и в Утины, и в Гусины есть три манка. То есть это первый манок Мини Монстр. Он полностью изготавливается вручную из материала Дерлин. Обладает высокими прочными характеристиками. Обладает легким выдувом. И, соответственно, как говорится, хорошим звуком. Звук здесь с настройкой идет охотничья, с хреботцой. Модель называется Мини Монстр. Он есть в Утином варианте, в черном исполнении. И есть в гусином исполнении. Следующая модель серии Гуман называется Лира. Манок изготавливается из тикового дерева. Пропитывается каучуковыми маслами для того, чтобы, как говорится, не было воздействия никаких температурных, воды и все остальное. Также обладает очень легким выдувом. В отличие от серии Мини Монстр, которая обладает одним лепестком, серия Лира, она, соответственно, в Утином варианте исполняется в двухлепестковом исполнении. Также, помимо Утиного манка, то есть он в таком же материале изготавливается и в исполнении гололобой гусь. И третья линейка. Эта модель называется Индиго. В моих руках, как говорится, это Утиный манок. Они у нас изготавливаются из стабилизированной древесины. С гравированной, как говорится, застаренной кольцом. Сам материал стабилизированной древесины выбирается либо карельская береза, либо что-то подобное с хорошей фактурой. Она потом обрабатывается, да? Да. Наполняется под определенными условиями, наполняется акрилами и смолами. И от свойств древесины остается только ее рисунок. Она по своим прочностным характеристикам как камень, ну, как твердый пластик. Но, опять же, то есть выглядит, я вот могу показать, то есть имеет неповторимый, как говорится, неповторимый, соответственно, как говорится, окрас, да, то есть текстуру, фактуру, можно так назвать. Есть утиный манок, он идет в двухъязычковом варианте. У него акриловый узел. На этом узле, соответственно, есть стоки слюноотделения, для того, чтобы, как говорится, ну, как можно меньше он залипал. Ну, а если, допустим, я его нечаянно разобрал? Ну, никаких сложностей собрать его нет. То есть я могу показать. То есть вынимается, соответственно, лепестки и резинка, упор. Потом в обратном порядке мы собираем его. Получается, на толщину резинки, да? Да, резинка это упор для того, чтобы, соответственно, он плотно прилегал у основания непосредственно лепестки, да, и они резонировали. То есть, ну, была у них амплитуда. Вот сейчас. Немножко с упором. Там у вас на диске, по-моему, все. Вот. Ну, то есть вот в таком варианте. Есть дизайн утиного манка вот в таком исполнении. Есть более классический, так же, как и рестабилизированная древесина. Опять же, то есть это серия индига, так же, как утка. В утином исполнении есть исполнение гусиного манка. Тоже, так же, стабилизированная древесина плюс, соответственно, кольцо. Только гусиного манка мы делаем, его изготавливаем с короткоязычковым, одним язычком. Одноязычковый, да? Вот. Теперь что-то его там, ну, не плотно просто. А вот, что у ребят, ну, этот, дерево, да? Дерево, да? Дерево. И гусиные, и утинные. Дерево, конечно, классно. Я рискую, у меня, говорю, деревянную, вот такой, лет пять, наверное. Никаких сложностей с ним нет. Единственное, протертость в основании... А, плотно. Протертость на крепеже. Ну, веревка. Подвесы, да. Немножко, то есть он так круто, потерял, как бы, внешний гриль. Ну, опять же, то есть я его и в хостер грил. Даже могу так показать, что вот они идут все с подвесом. Хоть рябчик, хоть, соответственно, как говорится. Вот так вот. Классно, так. Ну... Ты мне тогда это... Более бюджетный, да, вариант? Хотел представить, как говорится, монотчик. Серия Пионер. Изготавливается из высокопрочного пластика. Тактильного, то есть, по ощущениям, то есть он очень такой, ну, приятный на ощупь. Монотчики небольшой, аккуратный. Модель теперь стала у нас двухлепестковая. В горне присутствует отверстие. То есть этим отверстием можно уже в зависимости от, как говорится, индивидуальной работы, то есть менять немножко тональность. Соотношение цена его розничная 700 рублей, соотношение цены и качества, но рабочих характеристик, наверное, мне кажется, сложнее сейчас что-то найти у нас на рынке. Наверное, его, все-таки, как говорится, основная, как говорится, ну, как сказать, задача, под которой он делался, или получился, может так выразиться, это работа на близкой дистанциях, то есть переговора с уткой, которая, допустим, где-то приземлилась недалеко, но вне зоны, как говорится, выстрела, да, и, соответственно, средняя дистанция. То есть теоретически на нем можно сделать какие-то звонкие, громкие, соответственно, как говорится, сигналы, да, там, дальние, вот. Ну, конечно, они не будут довольно-таки, как говорится, громкими, в отличие от, там, серии Кванза, которая у нас идет с большим распробом и специально для открытой воды, вот. Но, опять же, то есть в работе на близкой дистанции всегда очень сложно, то есть переговаривать с уткой, чтобы она не прочувствовала фальшь. Поэтому здесь надо очень деликатно к этому подходить. И мне кажется, вот именно этот манок, он подходит, как, ну, как никак, да, да. И начинающему охотнику так же, то есть он подойдет, потому что все-таки двухлепестковый маночек, он немножко как бы сглаживает, как правило, да, то есть какие-то огрехи, то есть выдувание, когда еще охотник моторику, как говорится, не выработал, да, то есть какой именно сигнал и постоянно стабильность его, то есть в этом плане, наверное, вот этот маночек самый оптимальный. Причем с учетом такой небольшой цены, то есть он в бюджет до тысячи, он входит смело. Понятно. Ну, ладно. Все. Спасибо. Выставка осенняя славая, повторюсь еще раз, вот, пообщался с представителями компании Манков, вот, как вы видели в видео, так как у них новая линейка путинок Манков Гоман, вот, как-то так. Всем удачи, ни пух и ни пера вам, и ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Все, пока.